Так, начнём с фильма. Сейчас я поставлю тебе демонстрацию экрана. Начнём с внутренних объектов, потому что это после этого, а потом уже старое, то, что мы не доделали уроки. Хорошо? Так, вот ты должна была посмотреть вот эту вот видеозапись. Да. Так, и внутренние монологи. Пошли! Начнём с внутреннего монолога вот этой вот... Сейчас, подожди, я дойду до этой старушки, дамочки. Прекрасная, чудесная женщина. Вот. Начнём вот с этого. Итак, её внутренний монолог. Вообще, давайте так. Вообще, что ты поняла из этого эпизода? Так, я поняла из этого эпизода, что главный персонаж, который из Пекина, он связан как-то с криминальным миром, то есть он, видимо, кого-то отслеживал. Он пришёл в это место, и вокруг него персонажи, они вот с ним взаимодействовали, и в конце эпизода этот главный персонаж, он понял, что сейчас что-то произойдёт. То есть он намеренно пришёл в это место, чтобы кого-то, ну, на чистую воду вывести. Молодец! Умничка! Это нам всё, в принципе, сказал сам эпизод. Тут сложного ничего нет. То есть хорошая режиссёрская работа, да, всё правильно расставлено, всё вообще чудесно сделано, очень хороший эпизод. Атмосфера даже вот этого самого эпизода ещё благодаря внутреннему монологу актёров. Итак, какой внутренний монолог у этой дамы? Значит, мне показалось, что она, в принципе, вообще поняла, что сейчас произойдёт, и про себя, наверное, у неё был такой монолог, что, ну, удачи тебе, парень. Такая... Люба! Всё, не могу больше. Я не знаю, в игрове, вот напиши большими крупными буквами на стене. Между мужчиной и женщиной всегда что происходит? Секс. Да, молодец! И эта женщина внутренним монологом что ему говорила? Тут ещё, понимаешь, тут ещё вот даже подсказка, она в руках держит что? Покал, да. Покал. Вы понимаете, что тут уже один плюс один равно два. Понимаешь, не четыре, не пять, а два именно. Ну, получается, что... Какой интересный мальчик. Ну, как, флипп. Люба! Ну, что лет? Двадцать четыре почти. Двадцать четыре. Значит, я могу тебе сказать, Люба, что она не будет сидеть и внутренним монологом говорить, какой красивый мальчик. Ей уже шестьдесят лет. Ей уже не до этого сидеть и говорить, какой интересный мальчик. Люба, что она скажет внутренним монологом? Да. И красиво самца. Что женщина будет говорить внутренним монологом? Ну, что я тебя хочу. Ну, там круче, конечно, будет внутренний монолог. Ну, ладно, в связи с твоей культурой воспитания, актерское мастерство основано на сексе. Я понимаю. Хорошо. Вот. Поэтому я бы могла принять твой вариант. Могла бы. Но здесь человек... Ой, подожди. Мне тут... Но человек с бокалом вина. Всё. То манипуляции, если урок по манипуляциям ты изучала, то тут тоже вот за этим за всем надо смотреть. Опять же, читаем взгляд. Вот у него даже тут взгляд, Люба. Блин, такой взгляд прямо. Женщина с опытом. Поняла меня? Да. Всё. С внутренним монологом этой женщины мы разобрались. Идём дальше. Так, следующий у нас идёт... А, даже вот здесь у него был взгляд. Можно даже пересмотреть вот этот отрывок. У него даже взгляд здесь такой... Не помню. Помнишь? Вот он, кстати. Сейчас я... Давай, переиграю его. Вот она ему что-то... Вот он. Понимаешь? Я поняла. Просто я подумала, что... Я увидела у актёра, что он... Ну, то есть он обернулся такой... Так, что-то происходит. Но я не подумала именно в эту сторону. Подумала, что он понял, что, возможно, она что-то в этом понимает. То есть, что она тоже в этом криминальном мире, может быть, крутится. Вот что я подумала. Это можно было бы подумать, да, если бы она всё-таки сидела бы без стакана сиски. Я не знаю, что там у неё было на литр. Это можно было бы подумать. Но здесь уже явный подтекст. И вообще, когда ты больше тюдо строишь, да, продумывай манипуляции, что бы ты хотела. Так, идём дальше. У нас следующий – это дядька больших размеров. Да, там была одна секунда. Да, вот он. Так, у него какой внутренний монолог? Ну, я себе написала, но мне кажется, это ерунда. Ну, в общем, что мне жаль тебя, может быть. Может быть, было бы и такое, да, мне жаль тебя. Тогда у меня следующий вопрос. Почему ему одели костюм с галстуком? Ну, что он солидный такой, как бизнесмен. Солидный бизнесмен. Ещё кого так одевают? Кто так ещё одевается? Опрятный мужчина, не знаю. Каких органов. Правильно? Ну, да. Ну, да. Вот, если бы было бы человека, мне тебя жаль, из какого перебуга ему его там жаль, если, в принципе, они не знакомы. Ну, может быть, это там подставной сидит, да, типа, сейчас ты скажешь, там, кодовое слово, орешки, и, значит, я буду понимать, что ты мой связной. Может быть, такое. Может быть. Это, скорее всего, ну, это просто режиссёр уже посадил, может быть, сценарист прописал это. А человека, который, ну, типа а-ля КГБ, понимаешь? Ага. Ага. Типа российское КГБ. Вот тут просто у дядьки читается на лбу, что ты встрял, да, мужик, ты встрял. Вот. Обращаю внимание не только на манипуляции, но ещё и на одежду людей. Так, отличненько. И давай мы с тобой последнего сделаем, чувака. Ой, слушай, мой любимый, вот я больше этого актёра нигде не видела, а у него здесь очень гениальная работа. Это такая сложная работа, вот я на него смотрю, думаю, такой вот реально гениальный актёр, это вообще просто супер. Итак, как ты думаешь, какой у него был внутренний монолог? Хотя он у нас разговаривал, как я уже говорила, он у нас разговаривал, но всё равно у него там был прописан внутренний монолог. Как ты думаешь, какой? Какой забавный малый, вот сейчас мы увидим, что ты из себя представляешь. Я так себе написала. Эй, типа как ты себя жалеешь? Я не могу, ты себя жалеешь, это реально. Давай вспомним последнюю фразу, которую он сказал. Мужской туалет, если что-то в этом роде, он ему указания дал. Да, он сказал, иди в мужской туалет. Вот, то есть он у нас кто был на самом деле? Ну, либо он прикрывал, что там происходит, либо он как раз был его союзником. То есть, да, ну, он плохой герой, сразу понятно, по внутреннему монологу, по глазам. Вот, пересмотри потом этот эпизод обязательно. Вот, смотри, что происходит. Внутренний монолог, давай вспомним, что такое внутренний монолог в первую очередь. Это эго. Это эгоизм человека. Во вторую очередь, это... Это ярлык. Ну да, да. Это моя теория, что это ярлык. Я на самом деле это теория, она имеет право быть. Я имею в виду в контакте какой-то идиот опять пишу. Так, значит, смотри, что... Извини, пожалуйста. Мы просто сейчас в контакте, я не смогу сейчас его отключить. Так, смотри, что происходит. Человек ему рассказывает, что любит, что китайскую... Еду. Точнее, как они едят, что вот палочками, аккуратно, ничего не смешивая, вот. Что они такие все педанты, в отличие от европейцев и американцев. Но он же унижает его этим самым, то есть на самом-то деле он так не думает? Он... Сейчас только что кому-то сказала. Он так... Не думает. Не думает. Так какой у него внутренний монолог? Ну, какой-то дебил. Желторотый китаец там, допустим, или желторотый... Ну, как там китайцев называют, да, что-то в этом роде? Да вы все там это... Я бы вас всех там поимела, отправила и так далее, и тому подобное. Вот. Только жестче надо говорить. Внутренний монолог... То есть ярлыки, да? Вот желтый китаец вот здесь вот вообще подходит. Он явно ему вот это все не нравится. Ты сама сказала, он так не думает. Надо жестче прописывать внутренний монолог, тогда будет легче работать. Поняла меня? Не жалей себя, пожалуйста. Потому что даже королева Англии про себя может и матом разговаривать. Мы не знаем. Но внутренний монолог из этого и состоит. Там работает наше подсознание. Мы разговариваем ярлыками, которые мы в жизни, допустим, мы все такие... Ты знаешь, если заметить, да, разобрать многие блогеры, которые а-ля позитивные, в жизни они совершенно другие. Они, то есть вот на публику я вот такая позитивная, я вот такой там молодец, супер-купер. У нас у них такой, да, как имидж получается. Вот. А в жизни-то они все многие не такие люди. Поэтому как бы мы можем быть позитивными, смотреть тебе в глаза, улыбаться, а на самом деле можем думать. И почему нам иногда человек не нравится, да, мы как-то от него, ну, отходим, не хотим с ним общаться. Может быть, потому что мы считываем внутренний монолог, на самом деле, этого человека? Ну да. Ты же читала внутренний монолог, что он так не думает. Просто ты немножко по-другому написала. Ну-ка еще раз скажи, как ты написала. Какой забавный малый. Вот сейчас мы увидим, что ты себя представляешь. А в итоге ты же сама сказала все совершенно по-другому. Он так не думает. Надо называть, в актерском мастерстве надо называть вещи своими именами. Если ты научишься использовать секс, есть везде секс. Американцы построили кино на четырех китах. К поэк мы их смотрим. Секс, еда, туалет и юмор. Почему? Ну, потому что это то, что окружает нас в жизни. То, что каждый день. Да, то, что мы делаем. Все. Они это вывели и на этом работают. Все прекрасно, все чудесно, все замечательно. Поэтому тоже не бойся это использовать в своей работе. Так, все. С этим внутренним монологом мы с тобой закончили. Идем. Так, сейчас я это выключу. Так, идем с тобой. Теперь в твои работы. По внутреннему монологу какие? Где ты в зеленой рубашке или где ты в футболке? Значит, если фильм, да, значит, который черно-белый, это вот где я в футболке, в зеленой. Последние 0,25 секунд я пародию делала. И внутренний монолог с письмом, это вот то, что в рубашке лежу. Хорошо. Так, давай мы тогда начнем с письма. Да, тут письмом. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 А какая у тебя была предыстория? История вообще этого письма? Значит, что было написано в письме или что было до этого? Нет, что было до этого. Почему ты решила не читать это письмо? Потому что, значит, я уже ушла от этого человека, и он мне много-много раз уже прислал письма. И это как бы очередное письмо, которое я посмотрела, я поняла, что я не хочу читать и разорвала. А потом уже от этого, соответственно, нет, я все-таки прочитаю. Но ты все-таки прочитаю, а ты прочитаю, как будто знаешь, ты можешь потерять этого человека навсегда. Ты читаешь уже с какой-то любовью. Да, да, да. Да, вот, я тоже хотела сказать, причем я это сама отследила, что мне самой не хватило финала. А я просто во время этюда не придумала финал. И такая, блин. Я тоже не знаю, чем закончить нормально, органично. И взгляд у меня отследуется еще пока. Стрима. Хорошо, что этюд сам по себе у тебя получился не однотипный. Это здорово. Ну, то есть переход эмоций был. Я бы все-таки, наверное, в этом этюде не стала бы его читать. Хотя ты усложнила себе задачу. Надо было просто выкинуть тогда это. Или встать и уйти тогда из комнаты, пойти к нему, допустим. Нужно было так сделать. Или выкинуть. Так, ну вот этот еще. Ладно. Это мы, наверное, тогда все с тобой оставим. Ну, вот тут хотелось бы немножко, конечно, побольше этих действий. Немножко. Ну, не тупо смотреть в письмо. Ладно, оставим. Четыре. Поставим тебе твердую четверочку за эти письма. Так, 15 секунд. Это у нас что сейчас будет? Я переснимала такты и действия. Вы просили меня переснять первую. Все, я поняла. Вот у нас Кузина. Мне не нравится. Смотри, кошмар. А там она говорит, доля наша или просто доля? По-моему, наша. Так, я не помню. Ладно. Так, смотри. Во-первых, сценическая задача главной героини. Значит, сейчас скажу. Она до этого обидела свою подругу. И не надо рассказывать, кто кого обидел. Сценическая задача. Извиниться. Сделать так, чтобы не обижалась подруга. Итак. Сценическая задача главной героини. Люба. Сценическая задача. Что она, когда к ней пришла домой, что она от нее хотела? Добиться правды. Когда она к ней ворвалась домой, что она хотела? Она хотела, чтобы она чувствовала себя виноватой, потому что она... Она признала свою ошибку, правильно? Да. Она добилась сценической задачи? Да. Еще раз, Люба, вопрос. Она добилась сценической задачи? Та признала свою ошибку? Нет. Она объяснила, почему. Соответственно, стало понятно, что она не виновата. Она... Хороший манипулятор такой. Ну, это ладно, хорошо. Это в наше время мы понимаем, что это хорошая манипуляция, да. В то время в Советской это было так. Женщина несчастна полностью. Сама, блин, всю жизнь на ребенка положила. Мужика к себе не подпускала. И теперь, значит, все вокруг дураки. Вот она у нас мать-героиня. Не могу. Так, значит, она не добилась. А в итоге что она сделала, Кузина? В конце вот в этом отрывке? Да, да, да. Она пришла с одной задачей. Ну да. Признать тебя, ну да, заставить тебя, что ты не стала, да. И что в итоге Кузина делает, когда она не добивается сценической задачи? Что она делает? Но она хочет извиниться. Ей пришлось. Да. Вот почему здесь вот идет внутренний монолог, почему я попросила тебя его сделать. Ей пришлось извиниться после вот этого монолога. Она не знала, что теперь говорить. Она на самом-то деле внутренним монологом, если мы так подумаем, она где-то там, знаешь, говорят у Коунов там несколько дно, на самом деле, что они играют там и третьим дном, и четвертым дном. Я как-то так слышала, но я думаю, это какой же должен быть сверхчеловек, да. Так вот, на самом деле, она ее нисколько не пожалела. Это реально. Она просто не знала, она понимала, что в этот момент надо что-то сказать, потому что она не понимала, что сказать. И извиниться ей было сложно. Она сама не понимала, за что я буду извиняться. Но вроде как после такой тирады надо что-то сказать. Вот какой у нее внутренний монолог должен был быть, которого у тебя ничего нет в глазах, потому что неправильно поняла. У тебя какой внутренний монолог ты прописала, там написала себе? Сейчас скажи, я его даже записала. У вас уже неправильно, потому что изначально ты сценическую задачу не понимала. Да, да, я так и поняла. Сейчас. Не слишком ли нагло я с ней поступила? Да, тебе было так нелегко, прямо как мне? Можешь, конечно, она же еще в это время отвечала, потому что это была сцена параллельно. Как бы эта сцена включилась, а параллельно ее партнерша говорила. Вот, она как бы отвечает на ее вопросы про себя. Да, ты, наверное, права. Я тебя понимаю, и как бы тебе объяснить? И вот здесь она уже говорит куда-то. Ну нет, в принципе, это практически правильно написала. То, что я... Иди ты знаешь куда-то. У меня совсем нет желания извиняться. Ну хорошо, я извинюсь. Ну я не считаю, что ты у нас, мать, жертву себя строит. Вот и все. Хорошо, я извинюсь. Ну скажу что-нибудь. Блин, что сказать-то? Ну там коротко должно быть. В принципе, можно было там в двух словах. Ну да. Ну вот опять же и рулык получается. Жертвы. Там, или ты, на самом-то деле. Ну, куры. И мне теперь надо сказать тебе что-то. И вот как бы я... Она и не, в принципе, мне кажется, она и не хочет это ей говорить. Поэтому вот у нее... Ну кто еще ее знает, то у нее. Я думала, когда смотрела, думала, почему вот у нее вот это вот... Ну, я считала вот этот вздох, да, когда она делает вот этот вздох, да, почему она дальше не говорит. И когда я прорабатывала внутренний монолог, я думала, что это именно из-за сожаления. Но когда я это делала, я понимаю, что у меня это неорганично получается. И вот эти вот ее моргающие глазки я никак не могла... Ну, то есть я их механически делаю, но я не понимаю, почему она это делает. А, соответственно, с другой задачей, да, если разбирать это именно вот таким образом, что... Ой, я так не хочу извиняться. Ну, грубо говоря, там уже по-другому идет вот, ну, и мимика, и руки, и все остальное. Ну, конечно, как господиня, что... Она как бы сама себя закрывает, вот тело движения-то тоже говорит. Она там даже, по-моему, за рот один раз хватается, то есть я не буду говорить. Нет, это, допустим, тело движения, может быть, актриса и не прорабатывала, да? Это само родилось во время вот... Ну, как бы сказать... Да, я думаю, что само, да. Сказать, не сказать, да пошла ты, блин, вообще. И потому что я была очень нежно и мягкой, у меня не получалось вот это, типа, да почему она тут моргает? В общем, у меня так не получается. Я еще глаза так... Причем я глаза прикрываю, а на камере видно, как будто я их сжимаю просто с судорогой какой-то, такая кошмар какой-то. И самое прикольное, знаешь, я вот смотрю, да, и вот зная всю вот эту ситуацию, я думаю, блин, я бы тоже ведь то же самое бы сказала. Хотя внутри я бы просто послала человека, но в данный момент, после такого вот монолога, вот этого жертвенного, тут уже по-другому ничего не скажешь. Блин, я все-таки считаю, что это... Ну вот, так, отлично, мы с тобой большие молодцы. Это мы вырулили. Так, идем дальше. Это такты и действия, это 15 секунд, это первые такты и действия? Первый, да, первый и второй. Молодец! Если бы ты вот еще бы не сказала, вот если бы ты вот еще бы опустила боли в обиду, вообще было бы хорошо. Ты чувствуешь, что здесь у тебя другой совершенный персонаж? Ну да. Вот здесь уже не Люба, здесь персонаж, мы молодцы, молодец. Так, мне в отца. Хорошо. Молодец, уничка. Так, и 18-й это последний будет, как я понимаю. Второй, второй. Третий я вам прислала, это второй. Это разве третий у нас или это второй был? Это второй, третий я вам прислала, вы сказали, что... Да, да, да. Слушай, первые два мне очень нравятся, а вот концовку все равно не добила. Знаешь, ты не выкарабкалась. Из первых двух тактов ты не выкарабкалась. То есть ты, как бы, вот грусть у тебя пошла, да, а тебе надо было на втором такте, там второй такт, на что у нас был направлен, какое действие? Сейчас я посмотрю. Так, второй такт, признать правоту, заставить признать правоту, признать правду. Понимаешь, что ты там уже должна была добиваться, чтобы он тебе правду сказал, а ты так и осталась в этой грусти печали. И у тебя тогда бы хорошо перешло бы, получается, второй такт, перешел бы плавно в третий. Это у нас, помнишь, мы делали с тобой три эпизода? Да. Концовка и начало должны быть разные, но посередине-то нам как раз вот эта середка дает выйти на третье, к третьему варианту. Так что, солнышко мое, давай сделаем так, что второй вот этот такт ты мне переснимешь. Хорошо? Помнишь, что да, замечательно, там, мне плохо, все, все, мне плохо, мне говняво, но там я уже немножко пожестче становлюсь во втором, потому что признаюсь, что я права. И на третьем мне тогда получится выйти вот на то, что я тебя сейчас напугаю. Слышай меня, да? Да. Так, отличненько. Теперь мы там что-то недосмотрели, насколько я правду. Слыша вам, да, сейчас, господи. Ты можешь пытаясь найти. Вот она. Мы два недосмотрелась. Это не страх, это мистика. А я не поняла, где другие-то домашние задания, кроме урока внутреннего монолога? Этюд страх у нас должен был быть, эмоции у нас должны были быть. Где это все? Подождите, какие эмоции конкретно? А, у нас был урок по эмоциям? Не было. А, не было у нас. Не было. Извини, с другой ученицей перепутал. Там у меня еще остался, я вам не успела переслать, у меня есть сейчас еще этюд, который, господи, по трем действиям, то, что повторяется и так далее. Вы меня просили тоже переснять. Я тогда жонглировала, и вы мне сказали сделать более, ну, киношный. Еще давай к завтрашнему дню, тебе надо будет найти новеллу Леонида Енгибарова, завтра будем с этим работать, с разбором новеллы Леонида Енгибарова. У него есть новеллы и притчи, что хочешь, что и выбери, главное его творчество, потому что там очень хорошее, сильное второе дно. И сонет Шекспира, любой. А один сонет Шекспира я тебя попросила разобрать, ты его разобрала? Тот, который 47-й, и вы мне дали 70-й, но как бы я его не записывала на видео, но я его разобрала в плане, ну, внутренний монолог, то есть что вообще я имелась в виду, то есть как задача. Так, вот это, что у нас? Это мистика была, давно-недавно, вы меня просили переснять. А, точно. Ну, все же, хорошо было, но зачем ты в конце? Ай! Так, переснять. Мистику опять переснять, мы будем с тобой ее добивать, пока не сделаем. Смотри, я тебе еще раз говорю, войди в персонаж гадалки, пожалуйста. Если сложно, одень платок на голову, карты разложи перед собой. Вот погадай ты, то есть, вернее, пусть дух мертвых ты вызываешь. Вот понимаешь? Интересный персонаж, но не тот эффект, который я хотела. Посмотри... А, нет, не получится. Ладно. Так, я... А, молодец. Во! Гениальная моя девочка, молодец. Мистику переснимать, это мы возвышенно мы оставляем. Так, мне выслать. Мистику переснимать, это мы оставляем, что мы оставляем, что мы оставляем, что мы оставляем.